Музыка В первой высокотехнологичной акустической системе по-настоящему живой звук был слышен по всей территории парка. В этот день на сцену вышли солисты и коллективы Умской филармонии, музыканты академического, камерного и духового оркестров, квартир народных инструментов «Тарские ворота», романсы, джазовые композиции, музыка из любимых фильмов. Репертуар был подобран так, чтобы угодить каждому гостю. Очень важно отдыхать. Мы, как правило, много работаем, но отдыхать тоже нужно, и отдыхать нужно так, чтобы полностью отвлечься от забот, получить впечатление, приятные эмоции. Мария Богодист в коллективе Омского симфонического оркестра, пятый год. Мария закончила Санкт-Петербургскую аспирантуру, прошла обучение в Америке, рассказывает, что объехала полмира, но вернулась на родину и продолжает семейную династию. Когда семья музыкантов, да, очень сложно сделать какой-то другой выбор. Наверное, как у медиков или вот, ну, в основном, то есть люди как-то следуют своим родителям, то есть это было автоматически, то, что ты музыкант, тебя не спрашивали. Ну, я очень рада, я абсолютно не жалею, я объездила, не знаю, полмира просто с этой профессией, и это всегда такая профессия, наверное, как театр, или как вот актеры, да, которые переживают на сцене разные эмоции, начиная там от, не знаю, любви, смерти, вот всего просто, и это настолько здорово. На всей территории парка гостей приветствовали живые скульптуры. Савелий сегодня в роли Александра Пушкина для молодого человека его роль оказалась совсем несложной, скорее даже забавной. Они сначала все радуются, но некоторые люди пугаются, потому что, когда они подходят, они видят, что это живая статуя, они все думают, что это простая скульптура. Однако самые маленькие отдыхающие совсем не пугаются, с удовольствием позируют на камеру. Еще у нас здесь два братика, они сейчас там с папой кушают, но вот мы всей семьей решили сегодня здесь весь день провести. Нам очень нравятся, мы в восторге от всего, от декораций, и вообще атмосфера очень хорошая. Мы очень рады, будем каждый год приходить. Сейчас девочки подросли, будем ходить теперь каждый год. Пять культурных эпох от античности до авангарда могли посетить гости парка на Королева. На каждой свои герои. Мастер-классы по игре на арфе и плетению триумфальных венков, волшебники и рыцари в доспехах, дамы и кавалеры в шикарных платьях и камзолах, свадебные обряды в древнегреческом, средневековом и романтическом стилях. Марина и Максим Дубовец по вседневной жизни врач-психиатр и дизайнер. Сегодня граф и графиня Дубовец не спеша прогуливаются и ведут светские беседы с гостями. Очень комфортно, очень комфортно. Камзол, жилеты, очень здорово. Что наш темп жизни совершенно не позволяет ходить в таком виде. Музыкальный марафон продолжался на протяжении 11 часов. Его посетили около 7 тысяч человек. Новшеством в этом году стали мультимедийные экраны, которые были установлены по бокам сцены и в центре. Это тенденция, и чтобы люди приходили в зал, надо, чтобы мы приходили к ним на природу. Я думаю, это самый правильный путь. Следующий летний Open Air ожидается 7 июля. В этот день для гостей будут играть джаз. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна 7.